Здравствуйте, мои дорогие любители видеоигр! И вновь на ваших экранах календарь игровых релизов. Набившая оскомину зима наконец-то подходит к концу, оставляя позади традиционный сезон игрового затишья. Индустрия привычно начинает разгоняться, а потому уже в марте мы увидим несколько горячо ожидаемых игровых проектов. Однако и без пары другой темных лошадок, вроде симулятора-таксиста или переосмысления одного известного хоррора, традиционно не обойдется. Если все это кажется вам достойным внимания, скорее присоединяйтесь к просмотру свежего выпуска. Вы на канале DLCE, и прямо сейчас мы расскажем, во что поиграть в первый месяц долгожданной весны. Приятного просмотра! А первый проект в сегодняшнем списке — Demobius Machine. 2,5D метроидвания с открытым миром в фантастическом сеттинге. По сюжету корабль главного героя терпит крушение на таинственной планете с не так, чтобы дружелюбно настроенными местными жителями. Игрокам предстоит исследовать разнообразные миры, перемещаясь по земле, воде и воздуху, решать головоломки и сражаться с агрессивной фауной при помощи футуристического оружия, которое можно прокачивать по ходу игры. Demobius Machine выходит 1 марта без поддержки русского языка. С конца февраля на 4 марта перенесли релиз The Taumaturge — изометрической сюжетной ролевой игры родом из Польши с детективными элементами и моральным выбором. Действие ее развернется в Варшаве начала 20 века, когда город находится под контролем Российской империи. Главный герой — Виктор, тот самый Тауматург из названия, чьи способности позволяют подчинять своей воле салюторов, опасных демонов, присутствующих в мире игры. Путешествуя по небольшому, по современным меркам открытому миру, игроки в шкуре Виктора вольны творить собственную историю, а также развивать персонажа, основываясь на личных предпочтениях. Что касается боевой системы, то он и представляет собой пошаговое сражение, что позволяет комбинировать классические атаки со сверхъестественной демонической силой. И не стоит забывать, что главный герой имеет возможность контролировать разум других людей, чтобы затем повелевать ими так, как ему заблагорассудится. Однако дар, которым судьба наделила протагониста, вполне может обернуться для него и проклятием, ведь каждый совершенный выбор в The Taumaturge непременно столкнет игрока с последствиями в дальнейшем, причем порой весьма неожиданными. Игра выходит на ПК с русским интерфейсом. 5 марта на ПК и консолях текущего и прошлого поколений выходит полная версия кооперативного хоррора The Outlast Trials, спин-оффа и по совместительству приквела к предыдущим частям серии, события которого развернутся во времена Холодной войны. В центре сюжета зловещая корпорация Мёрков, что вновь решает отправить свежую партию подопытных маргиналов на смертельное испытание. Среди них оказывается и главный герой игры. Попав в огромный комплекс Синьяла, ему, как и другим подопытным, предстоит пройти испытания на заранее сооруженных локациях. Предстоящий хоррор будет несколько отличаться по формату от основной линейки. Играть в Trials можно как одному, так и в кооперативном режиме до четырех человек. А основой его геймплея станут прятки от противников. Игрокам теперь станет доступен выбор класса персонажа и специальное древо навыков, позволяющее пользоваться различными способностями. От видения сквозь стены до лечения союзников и оглушения противника. Но, несмотря на нововведения, геймплей в то же время сохранит и привычные аспекты. Такие как скрытность, отсутствие оружия, а также режим ночного видения и поиск батареек, которые нужно искать для его работы. Также 5 марта на ПК и актуальные домашние консоли выходит классифилд Франц 44. Историческая пошаговая тактика в духе Aliens Dark Descent и Jagged Aliens 3, но в декорациях Франции времен Второй мировой войны. Действие классифилд Франц 44 происходит за несколько месяцев до высадки союзников на берега Нормандии. А под управление игроков попадает отряд специального назначения Джетбурге. Реально существовавшее подразделение, в состав которого входили бойцы американских, британских и французских армий. Игра предлагает собрать отряд из героев с уникальной биографией и набором умений, дабы затем отправить их совершать налеты на захваченные нацистами территории, сея хаос и панику в рядах оккупантов. Среди фишек классифилд Франц 44 разработчики отмечают несколько вариантов концовок, а также систему морали, которая позволит подавить врагов в бою или обратить их в бегство. А тем временем разработчики из студии Saber Interactive готовятся к выпуску симулятора езды по бездорожью Expeditions и Modrunner Game. В новом проекте от создателей Spin Tires Modrunner и SnowRunner игроки взамен перевозки ценных грузов отправятся в научные экспедиции, где им также предстоит столкнуться с различного рода сложностями. Локации для изучения обещают самые разнообразные. Тут вам и пустыни, и леса, и даже самые, казалось бы, непреодолимые болотистые тропы, что заставят попотеть даже самого прожженного профессионала. В разнообразии транспорта, как ни крути, игре тоже не откажешь. В роли руководителя экспедиции порулить доведется как тяжелыми грузовиками и вездеходами, так и технически навороченными разведывательными машинами. Чтобы достойно преодолевать все сложности и препятствия, игрокам нужно как можно более тщательно подходить к подбору снаряжения и транспорта. За успешные вылазки будут платить хорошие деньги, на которые, в свою очередь, можно затем приобрести новые машины или прокачать имеющиеся. Игра выходит 5 марта на ПК, домашних консолях текущего и прошлого поколений, а также Switch. 6 марта выходит Reveal — сюжетно-ориентированный хоррор от первого лица, готовый бросить вызов вашей нервной системе. В центре внимания — Уолтер Томпсон, цирковой декоратор, проснувшийся в один прекрасный день с амнезией и полным непониманием того, куда пропала его семья. В поисках ответов игрокам необходимо будет внимательно изучать окружение и решать головоломки, попутно открывая фрагменты воспоминаний героя, приближающие к заветной разгадке. Автор обещает уникальную, визуально привлекательную и психологически сложную историю с увлекательным геймплеем и сюрреалистичной атмосферой цирка 60-х годов. Дамы и господа, скажите, как вы покупаете игры из России в текущей ситуации? Дело в том, что у ПК Бояр есть много вариантов разной степени сложности и привлекательности. Там, в общем-то, всё понятно. У консольщиков дела идут похуже. Если на Xbox есть довольно большие дыры в системе, то на PlayStation всё плохо. Немногие способны помочь купить игры на бело-синюю консоль, а потому почти все продавцы на рынке задирают цены. Почему почти? Да потому что есть ТК-стор. Это очень удобный магазин игр для PlayStation, который расположен прямо в Телеграм. Думаю, вы понимаете, насколько это удобно. И да, повторимся ещё раз, цены там максимально вкусные, комиссия минимальная. Порой публикуют там и новости, но без раздражающей и порой перерастающей в спам частоты. Только самые важные или интересные. Кстати, ещё тут можно ознакомиться с кратким описанием каждой игры. Даже если не знаешь, чего хочется, можно выбрать что-то на свой вкус. В общем, ссылка в описании. Выходящая 6 марта на ПК Winter Survival — это приключенческая игра в открытом мире с элементами выживания, в которой герой вместе со своим другом оказывается в суровых зимних условиях огромного парка штата Вашингтон. Обладая ограниченными запасами провианта, игрокам необходимо будет, что есть сил, бороться за выживание. Противостоя холоду, голоду, жажде, а также дикой природе и собственному психическому состоянию на пути к цели — найти заброшенную станцию рейнджеров и вызвать оттуда помощь. 7 марта на ПК и консолях этого поколения выходит Taxi Life City Driving Simulator. В этом симуляторе вождения игроки берут на себя управление автомобилем на улицах Барселоны, выполняя заказы клиентов. Равно, как и в жизни, здесь придется неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, иметь дело с воршливыми туристами, капризной погодой и бесконечными пробками. Для того, чтобы опыт вождения был максимально аутентичным, разработчики воссоздали город в масштабе один к одному, а это без малого 460 километров дорог, будет где покататься. Авторы обещают реалистичный опыт вождения и максимальное погружение в профессию таксиста. Например, пассажиры могут попросить водителя открыть окно, если душно, сменить музыку на радио или даже возмутиться загрязненности авто. Все это с единственной целью — заставить игрока поверить в происходящее на экране и подарить аутентичный игровой процесс. Наивысшая оценка за поездку, в свою очередь, гарантирует «Чедрые чаевые», которые игра дает потратить не только на новые автомобили, их ремонт и кастомизацию, а также на найм сотрудников собственную токсомоторную компанию, которую по ходу прохождения мы сможем возглавить. 12 марта на ПК ожидается «Лиз Славания» — метроидване от отечественной студии Frost Leaf Games в духе Hollow Knight и недавнего «Принца Персии», но в славянском сеттинге, какими его демонстрировали старые сказки детства. Игрокам в роли бессмертного воина, чья душа оказалась заточена в его собственном копье, предстоит погрузиться в мир древнерусского фольклора и сразиться с разными чудовищами — морскими, лесными и пещерными. Разработчики обещают неординарный сюжет, сложную, но честную акробатическую боевую систему и яркую визуальную стилистику. 14 марта на ПК к консолях этого и прошлого поколения Nintendo Switch выходит High Water — пошаговая стратегия во вселенной игр Golf Club Wasteland и The Cup в антураже климатического апокалипсиса. Главным героем выступит Никас — молодой человек, что желает покинуть затопленный и медленно умирающий мир, отыскав ракету и улетев с друзьями на Марс. Игрокам предстоит отправиться в увлекательное и опасное путешествие по угасающему, но все еще прекрасному миру, открывая новые острова и находя там верных союзников, которые, в свою очередь, помогут сражаться с повстанцами, встающими у героя на пути к долгожданному спасению. 15 марта до релиза доберется экшен-адвенчура Outcast in New Beginning — сиквел игры 25-летней давности, являющейся одной из родоначальниц нелинейных песочниц. Событие New Beginning тесно переплетается с первой частью, являясь ее прямым продолжением. Планета постепенно возрождается после ужасного нашествия роботов, а в центре внимания — вновь Катер Слейт, бывший морской котик. Вместе с ним игроки отправятся в живописное царство Адельфа, чтобы раскрыть его тайны, а заодно и посодействовать поднятию грандиозного восстания против беспощадных машин, что кошмарит местное население. За разработку новой игры отвечают авторы оригинала. Они обещают великолепно реализованные динамичные бои от третьего лица с большим акцентом на вертикальном геймплее. В распоряжении главного героя окажется высокотехнологичный костюм, который позволяет ему безо всяких проблем летать на любое расстояние и парить с большой высоты с помощью встроенных крыльев. Ожидается, что в игре будет полная поддержка русского языка, включая озвучку. Водельцы Nintendo Switch совсем скоро смогут сыграть в Kingdom Come Deliverance. Поставляться игра будет в издании Royal Edition, куда войдут все ранее вышедшие дополнения, включая DLC из «Женская доля» и из «Пепла». Деталей о порте не особо много, но, вероятно, пользователям портативной консоли стоит ждать небольшой даунгрейд графики с учетом производительности и адаптированное управление, как это обычно и происходит с релизами подобного плана. Kingdom Come Deliverance — средневековая игра, рассказывающая о сыне кузнеца, что волею судьи показался втянут в войну и политические интриги. Игра вышла в феврале 2018 года и получила отличные отзывы как от игроков, так и от профильной прессы. Версия же для Switch выходит 15 марта. Ее портированием занимаются разработчики из студии Saber Interactive. 19 марта выходит Lightyear Frontier — кооперативный симулятор с элементами менеджмента, посвященный сельскому хозяйству. Где основными механиками является управление ресурсами, строительство базы и торговля. Место действия — странное, но в то же время прекрасная отдаленная планета, которую игрокам предлагается исследовать в компании троих друзей, начав со строительства фермы и постепенного ее развития. Но если вдруг надоест заниматься медитативным фермерством и захочется настоящих приключений, никто не помешает сдуть пыль с верного меха и отправиться прямиком с приусадебного участка исследовать окружающую местность, полную древних тайн и различных опасностей. Переосмысление классической серии Alone in the Dark 20 марта, кажется, наконец доберется до актуальных домашних консолей и персональных компьютеров. Игра вряд ли нуждается в представлении, но на всякий случай напомним. Новая версия представляет собой детектив от третьего лица с элементами лавкрафтовского хоррора, главными действующими лицами которого станут новый персонаж в лице Эмили, что пытается отыскать своего пропавшего дядю, и уже знакомый по предыдущим частям детектив Карнби, решающий ей в этом помочь. Игра представит две отдельных сюжетных линии за каждого из главных героев, однако игровой процесс в целом останется в духе оригинала. То есть игрокам по-прежнему предстоит исследовать локации, решать головоломки и сражаться с жуткими существами, чтобы в конце концов раскрыть зловещую тайну поместья Дерсета. Постапокалиптический экшен Horizon Forbidden West Complete Edition выходит на ПК и PlayStation 5 21 марта. Полное издание будет включать в себя базовую игру, история которой продолжает сюжет Horizon Zero Dawn, и сюжетное расширение Burning Shorts, чьи события заведут Элой на юг, в новый регион, пылающий берега, на месте, где когда-то был Лос-Анджелес. Кроме того, в состав также войдут загружаемые версии саундтрека и артбука, цифровой комикс Horizon Zero Dawn Wall 1 The Sunhawk и дополнительный внутриигровой контент, в том числе новое оружие и ресурсы, разблокируемое в процессе прохождения и многое другое. Отметим, что за ПК-версию отвечает студия Nixis Software, ранее уже выпускавшая на боярскую платформу Ratchet & Clank Rift Apart, Horizon Zero Dawn Complete Edition и Marvel Spider-Man Remastered. А потому качество порта вроде бы не должно разочаровать, как это было с кошмарным ПК-релизом другого проекта от Sony – The Last of Us Part 1. 22 марта на прилавки попадет Dragon's Dogma 2 от студии Capcom. Еще один крупный релиз, являющийся сиквелом фэнтезийной экшен-РПГ от третьего лица. Действие продолжения развернется в бесшовном мире, наполненном интересными событиями, квестами, сражениями и подземельями, и расскажет новую историю. В Dragon's Dogma 2 игрокам предстоит стать частью легенды о Наскене, герои, чье сердце было украдено драконом. Несмотря на до боли знакомые локации из трейлеров, новое приключение разворачивается в параллельном мире, в котором живут две нации, по-разному представляющие себе эту огненную угрозу. Сообщается, что сиквел будет строго сюжетно ориентированным. Игрокам не только дадут возможность вплоть до мелочей настроить внешний вид и профессию главного героя, но также предоставят полную свободу действий и возможность выбрать свой собственный стиль прохождения миссии. В тот же день, эксклюзивно для консолей PlayStation 5, выходит еще один ожидаемый многими проект. Приключенческий экшен ориентированный на сражения Rise of the Ronin, события которого развернутся в Японии 19 века под самое завершение эпохи Бакумацу. Таинственный воин, управление которым возьмут на себя игроки, отправится в захватывающее путешествие на заре нового века, дабы остановить хаос, в котором оказалась страна восходящего солнца из-за деспотичных правителей, смертельных болезней и гражданских войн. Вершить справедливость наш протагонист, которого, кстати, мы создаем в редакторе персонажей, будет в открытом мире, передвигаться по которому можно как на своих двоих, так и используя лошадь, планер или крюк-кошку. А боевая система в игре представлена ближними и дальними атаками, их также можно будет чередовать между собой для создания смертоносных комбо. Известно и то, что в Rise of the Ronin будет поддержка кооперативного режима до четырех игроков для совместного прохождения по сети основных сюжетных миссий. 26 марта выходит новая игра, основанная на популярном анимационном шоу «Южный парк». Это трехмерная ролевка, продолжающая историю другой игры по мотивам — «Палка истины». На сей раз город накрылась снежной бурей, а потому герои, среди которых вновь все знакомые лица, вынуждены выяснять отношения, находясь в суровых климатических условиях. В составе отряда из четырех человек, ну или же с ботами, игроки будут спасать мир, используя возможности ближнего и дальнего боя в сражениях со смертоносными противниками. Автор игры обещает большое количество разнообразного оружия, море специальных навыков и комбо-ударов, а также широкие возможности для кастомизации персонажей. Godsward — стратегия в реальном времени в духе классического Warcraft, выйдет в раннем доступе на ПК 28 марта. Сюжет игры расскажет о северных крестовых походах, где языческие боги и их племена сражаются не на жизнь, а насмерть с крестоносцами и небесными армиями. Игроки смогут принять участие в эпическом конфликте, взяв под свое руководство одну из двух фракций — язычников или крестоносцев, каждая из которых обладает уникальными особенностями и юнитами. Само собой, в игре присутствуют традиционные для этого жанра возведения баз и добычи ресурсов, но есть и уникальные фишки. Например, обыкновенные горожане, помимо строительства и добычи, могут получить веру при помощи молитвы. А уже оную, в свою очередь, можно использовать для получения преимущества над врагом, создав мощнейших мифических существ или применив против вражеской стороны божественную силу. Godsward предлагает несколько игровых режимов. Играть можно будет как против искусственного интеллекта, так и с друзьями в режиме кооператива. Игра пока не имеет поддержки русского языка, но зато в Steam есть бесплатная ее демоверсия, ознакомившись с которой каждый сам примет для себя решение, стоит ли игра того, чтобы приберечь лишнюю монету на релизную версию. Ну и под занавес первого весеннего месяца поклонников жанра road movie осчастливит релиз Open Roads. Это атмосферное приключение с уникальным визуальным стилем, сочетающим реалистичную картинку с мультяшной анимацией. Сюжет игры расскажет о 16-летней девушке Тесс и ее матери, которая вместе отправляется в удивительное путешествие с целью разгадать семейные тайны и даже найти утерянные сокровища. По словам авторов Open Roads, проект с головой окунет игроков в атмосферу дорожного приключения, а скрупулезно реализованная ими интерактивная диалоговая система сделает разговоры персонажей неотличимыми от реальных. А на этом выпуск про релизы марта подходит к концу. Надеемся, он вам пришелся по нраву. Напишите в комментариях, какие из этих игр собираетесь проходить. Поддержите видео лайком, бейте, наконец, в колокол, ну и подписывайтесь на наш канал, если еще этого не сделали. Также не забывайте заглянуть к нам в группу во Вконтакте и Телеграм-канал. Там много отличного контента, который придется вам по душе. Увидимся уже очень скоро, а пока оставайтесь с нами, дальше будет только интересней. За сим откланиваюсь, всем добра!